Всем привет друзья, с вами Атопчик и сегодня у нас будет очередной ролик из серии гайдов по командным блокам в Майнкрафт Джава Эдишн. Сегодня мы с вами разберем еще несколько команд с блоками, а именно это все подкоманды главной команды клон. Что же, перед началом данного ролика я бы хотел попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, а также не забывайте тыкать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы с вами приступаем. Так, ну что же, давайте же начнем. Сегодня у нас с вами будет 6 командных блоков, на примере которых я дам вам исчерпывающую информацию по поводу всех подкоманд клон. И что же, давайте приступать. В первом командном блоке у нас следующая команда. Клон, на один блок, выше. Чтобы вы понимали, конечно же, здесь можно кроме и относительных координатов вписывать и абсолютные. Я чисто для удобства вписывал относительные. Сначала мы пишем клон, после этого мы пишем координаты по x, y и z, можно относительные, можно абсолютные, первой угловой точки. Далее мы пишем вторые координаты. Соответственно, второй угловой точки. И после этого мы пишем первые координаты точки, в которую это будет скопировано. То есть, грубо говоря, давайте я вам сейчас объясню на очень простом примере. Если мы с вами указываем, нам, ну, допустим, вот у нас здесь есть какая-то постройка. Нам нужно указать первую точку, ну, например, вот эту вот, и вторую точку. Но она будет где-то вот здесь вот. И, допустим, нам нужно, чтобы эту постройку наша игра переместила вверх. Ну, то есть, склонировала. Нам нужно вот эту вот первую точку взять и поставить где-то вот здесь. И получится у нас вот эта вот будет первая координата, вот эта вторая. Таким образом, мы выделили эту область. А это третья координата. И наша постройка будет вставлена вот сюда вот. Что ж, я думаю, то, что я достаточно понятно этот момент вам объяснил. Ещё раз повторяю, могли быть и абсолютные координаты. Соответственно, в принципе, это работает так же, как и в команде fill, которую мы рассмотрели в одном из предыдущих роликов. Подсказочка сейчас в правом верхнем углу. Если вам непонятно, переходите на ролик, посмотрите. Там тоже очень интересно. И после этого, соответственно, мы прописываем аргументы нашей команды клон. Первый стандартный аргумент это replace. Мы его можем даже не прописывать, потому что он у нас автоматический. И тоже у нас произойдёт. Как вы понимаете, я просто вот эту вот постройку, да, это вот эта вот область у меня выделена. Мы её с вами сейчас копируем наверх. И причём, обратите внимание, здесь у меня пустое пространство. А здесь оно заполнено вот этими вот двумя блоками. Что же у нас произойдёт при клонировании? У нас эти блоки, которые были вот здесь, удалились. Давайте я вам это ещё раз покажу. У нас эти блоки опять же удалились. Собственно, аргумент replace, который мы с вами сейчас рассмотрели, он идёт по стандарту. И он заменяет абсолютно все блоки. То есть, что бы у нас там наверху не было. Это будет воздух, любые другие какие-то постройки. Всё это он, соответственно, заменит на ту постройку, которую мы клонируем. Ещё раз я вам показываю. Всё готово. После этого у нас второй аргумент. Это filtered. Мы можем выбрать здесь replace, masked или filtered. Сейчас мы выбрали filtered. Соответственно, после этого аргумента мы должны ввести блоки, которые у нас будут копироваться. Конечно же, мы это можем сделать вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Да. Соответственно, сейчас у меня в командном блоке координаты остались абсолютно те же. Поэтому во всех следующих командных блоках, а также в этом, мы будем рассматривать всё то, что после координаты идёт. У нас будет копироваться только алмазный блок. Вот как мы видим, тут у меня блоки на залита ещё. И скопируются у нас только алмазные блоки. Ну а если я напишу, например, вот это вот всё удаляю. И если я сюда напишу не diamant блок, а этот же незеритовый блок. То, соответственно, я думаю, то, что мы все уже прекрасно понимаем, что произойдёт. У нас скопируются только три блока незерита. Соответственно, делаем вывод. Filtered нас скопирует только определённые блоки, которые мы указали после него. Следующий аргумент, это masked. Аргумент masked у нас будет копировать абсолютно всё, кроме воздуха. То есть, помните, я вам в первом вот этом вот примере показывал то, что даже если вот эта вот область будет заполнена, он в любом случае её заменит. Так вот здесь, именно эту область я сейчас заполнил золотыми блоками. И он... А здесь, как мы видим, у меня воздух. То есть, если бы тут не было бы написано masked, то он бы заменил эти золотые блоки на воздух. А так, игра этого не делает. Что ж, давайте идти дальше. После этого у нас идёт второй аргумент. Конечно, эти все аргументы можно совмещать, но я для примера буду вездеобразить здесь replace. Потому что чаще всего всё равно используется replace. Replace normal. Этот командный блок ничем не отличается от первого. Если мы сюда пропишем replace, а мы помним, что replace прописывается по стандарту. Вот точно так же и normal прописывается по стандарту. У нас ничего абсолютно не меняется. Соответственно, после этого, если мы пропишем здесь force. Fork это абсолютно то же самое, что и normal, только он игнорирует абсолютно все ошибки, которые будет выдавать командный блок. Например, давайте я сейчас сотру временно здесь force. И попробую склонировать. У нас ничего не происходит. И нам пишет то, что источник и место назначения не может совпадать. Это вот я стандартный пример ошибки вам привёл. Дело в том, что я здесь ввёл координаты. То, что он должен вот эту область склонировать в эту же область. И соответственно, командный блок отказывается нам это делать. А если мы прописываем force, то мы видим в чат то, что у нас успешно клонировано 24 блока. Да, конечно, в этом особого смысла нету. Но это я привёл только для примера. То, что если есть какая-то ошибка, то force её будет игнорировать. Ну и последний на сегодня командный блок. И самый, как по мне, интересный. Это replace move. Я думаю, то, что те, кто хоть немного знает английский, уже начали понимать. То, что move это движение. Соответственно, у нас вот эта вот область просто переместится наверх. Это аналог команды moveworldedity. Соответственно, вот это вот всё у нас здесь удалится. А наверх оно вставится. Я думаю, ну, это понятно. Давайте я ещё что-нибудь для примера здесь поставлю. Вот, например, нечто вот такое. Пробуем. Опять же, у нас с вами всё прекрасно работает. Что ж, друзья. Я думаю, то, что я достаточно понятно вам объяснил всё, что связано с командой клон. Больше никаких моментов, о которых вам необходимо знать, нету. Потому что их просто не существует. Если что, я оставлю ссылочку на Minecraft Wiki. А также ссылочку на эту карту, само собой, тоже я оставлю. Если захотите, зайдёте, посмотрите. На Minecraft Wiki вы можете в текстовом виде прочитать всё то же самое, что я вам сейчас рассказал. Просто я сделал более понятным это языком для обычных игроков. Ну, с вами был я, Майнкрафтеротопчик. Не унывайте, потому что услышимся мы с вами совсем скоро. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok